Победи свой страх, стань свободным. Привет, это Даша, это прочитано за май 2016, и начну я с книги, которая мне понравилась поменьше, чем все остальные. Вообще так уж вышло, что в этом месте читала преимущество на крае пивина, и буду продолжать его читать. И только одна книга выплевается из этого ряда. Это Полина Дашкова «Вечная ночь». Однако у каждого из нас, пожалуй, за каким-то исключением, есть жанр, которого стараешься избегать. И несмотря на то, что я умом стараюсь быть открытой для всех жанров, не зажиматься в рамках определенных мною избранных, и не отказываться от книг только потому, что они принадлежат какому-то жанру, а я и не отказываюсь, я честно пытаюсь, и раз за разом убеждаю, что этот жанр не для меня. Так вот, этот жанр детектив. В моем случае я просто не знала, что читать. Подошла к маме и говорю, мам, ну, так как мне у Полины Дашковой в свое время очень-очень понравилась книга «Пакт», совершенно не детектив, она касается реалий начала 20 века. Рекламирую, кстати, всем советую. Я подошла к маме и сказала, мам, дай мне что-нибудь типа «Пакта». Я подозреваю, она мне дала первую попавшуюся книгу, потому что это ярко выраженный детектив, в общем, суть которого сводится к тому, что опытный и талантливый, ну, наверное, не психолог, а психотерапевт, и следователь изучает дело маньяка, который убивает девочек. У него идея фикс, ему кажется, что вот в прочных девочках прячутся ангелы, и они вызывают помощи, что «Освободи нас, освободи», то есть тюбей, чтобы они не мучились в телах, в сосудах вот этих вот порочных девочек, и он их убивает. Добавлю вот еще, почему я не люблю детективы. Ну, не то, чтобы не люблю. Есть детективы мне попадались очень, которые меня увлекали, и вот, ну, их было буквально за всю мою жизнь. Две, по-моему, две книги только. Основная причина. Я с самых первых страниц знаю, кто преступник. То есть для меня интриги нет. Вот. Ну, и тут я тоже смекнула, кто именно у нас преступник. Ну, язык неплохой. Дашкова вообще-то автор талантливый и очень плодовитый. Ну, как я уже упоминала, детективный жанр, ну, для меня цвела сирень. Хотя, повторюсь, если мне что-то прямо советуют, прямо рекомендуют, то я пробую, честно пробую, потому что, опять же, повторюсь, это немного повторений разумом. Я стараюсь не ставить себя в рамки жанров. Ну, и перейдем к Рапивину, моему любимому. Я читала «Мальчика со шпагой». И здесь же у нас «Колубильная для брата». Тут у нас сборник повестницы, называется «Синьгородно-садовая», но сам «Синьгородно-садовая» я не читала. Я читала «Колубильная для бронзового мальчика». Вот такие две книги. Да, и, ну, думаю, о Крапивине много чего сказано. Для тех, кто все-таки не в курсе, это Крапивин пишет повести о самых настоящих мальчишках, с большой буквы М, которые вырастут, настоящих правильных мужиков, опять с большой буквы М, которые, ну, слышки такие слова, как отвага, честь, достоинство, дружба, может, куда? И они отстаивают права не только свои, но и совершенно незнакомых людей, становятся на их защиту. И это прекрасно, что существует автор, который несет подобные ценности в мире. «Мальчика со шпагой» — это самая, мне кажется, знаменитая, популярная и известная повесть, которая рассказывает о том, как с мальчиком случилось чудо. Ну, долго я не буду пересказывать, ну, мне очень, так сказать, и после того, как это чудо случилось, вот этот момент меня очень тронул. Значит, он своему спутнику, взрослому мужчине, говорит, что надо же, вот прям чудо какое, я на всю жизнь-то запомню. Значит, ему спутник говорит, что... Ты же понимаешь, что не ко всем, не со всеми это случается. А Сережа — это главный герой. Он говорит, а что же тогда делать? Он говорит, что чудеса. То есть приходи на помощь и так далее. И с тех пор повесть нам это демонстрирует. Мальчик Сережа действительно приходит на помощь людям совершенно бескорыстно, ни капли не сомневаясь. И вообще-то здорово, просто замечательно поезд. Если вы ее еще не читали, непременно-непременно обязательно ознакомьтесь. Значит, тут же у нас колыбельная для брата. Я там не совсем с концовкой согласна. Я бы хотела видеть ее немножко иначе. Тоже там смелый мальчик попадает в команду других мальчишек в общей умении. И они во главе с одним взрослым строят корабль. Шкуну, кажется, если быть более конкретной. Хотя я тут могу ошибаться. И вот этот мальчик, он в какой-то момент... Там есть шпана, дыба, которая всех запугивает, подсоединяет, вымогает деньги и все такое. И он, значит, поднимает всех, так сказать, внезапно... Ну, до какой-то поры был тихий-тихий-тихий, скромненький, не высовывался. А вот как вступил вот в эту... команду мальчишек, понял, что что такое... Что такое крепкая спина за твоей спиной, которая тоже готова тебя поддержать. Помню, что такое друзья. он начинает бороться со злой, со злом, вот с этой шпаной и защищает невинных и обиженных. Это киз-зеро. Вот. Только без маски. Да. И бронзовый мальчик это повесть о полусироте мальчике по прозвищу Кинтель. У него очень красивое имя Данила. Он такой, немножечко с машками уличного мальчишки. Сленг там, все дела. И вот он знакомится с мальчиком. Ну, прям вот аристократ. И они становятся друзьями. Ой. Вот столько много всего в этой книге, что мне нравится. Во-первых, там упорно родословно. Дед Кинтель рассказывает их родословную и в конце выясняется, что человек близкий к Кинтелю, он тоже имеет отношение к его родословной косвенно, не кровное. Вот это очень интересно. Мне вот этим безумно очень нравится. Хотя основная линия там не такая. Отвага, опять отвага, честь, защиты беззащитных, отстаивание исторического здания, которое нехорошие люди и хулиганы хотят снести. И даже история о сокровищах там есть, да. То есть все это замечательные конечно повести. Кажется в 70-е авторы их писал. И я безумно их люблю. Даже не помню в которой раз я их перечитала. Наверное минимум 11-е за десяток точно там зашло. Все выше перечисленные поиски я конечно рекомендую. В первую очередь мальчика со шпагой, во вторую это я сейчас по степени своей личной любимости, во вторую мальчик и в третью колыбельная для брата. вот кстати те мальчишки которые 11-и лет 12-и которые были мальчики со шпагой один из этих мальчишек немножко перекочевал в повесть бронзовый мальчик там он уже выросший дяденька с женой и маленьким ребенком который стал корреспондентом и вот он собрал группу мальчишек и с ними всякими морскими делами занимается вот то есть это такая перекочевка герои из одной книги в другую вот и там немножечко описывается судьба двух-трех мальчишек из мальчика со шпагой как их судьба сложилась это безумно интересно так что всем рекомендую читайте ну и все я желаю вам я не знаю прекрасных каникул наступает июнь ну и до скорых книг